Недавно Дмитрий Тарасов стал героем выпуска YouTube Show. Во время разговора с ведущей футболист впервые откровенно рассказал об отношениях со своей экс-супругой Ольгой Бузовой. По словам Дмитрия, на такой шаг он решился, потому что сама певица постоянно затрагивала тему их развода в своих интервью. В числе прочего, Тарасов заявил, что главная причина его ухода от Ольги заключается в том, что та не хотела заводить детей. Как выяснилось, Тарасов даже предлагал Ольге сделать секон. Примечательно, что сначала певица согласилась завести двоих детей, мальчика и девочку. Правда, спустя несколько дней она захотела остановиться на одном наследнике. «Тогда я понял, что человек не хочет. После этого я просто отпустил ситуацию. С тех пор мы потеряли нить, что мы муж и жена», заявил Тарасов. Стоит отметить, что в разговоре он также упомянул Тину Канделаки. Футболист раскритиковал журналистку за то, что та поддержала ведущей Регину Тодоренко после ее резких высказываний в адрес жертв домашнего насилия. Интересно, что Тина не стала молчать. В ответ журналистка осудила футболиста за его откровенное интервью о браке с Бузовой. «Дима Тарасов сходил к Алене Жигаловой, но ее ютуб-шоу и те фрагменты, которые я увидела, дают мне права переименовать его в Дима, блин. Ну зачем сестра не знать подробности, составляющие супер личную жизнь Ольги Бузовой, Дима? Ну это же просто некрасиво. Я понимаю, что время джентльмена безвозвратно ушло. Но можно же как-то во внутреннем диалоге договориться и прыгать лицо на вентилятор», – написала Канделаки в своем микроблоге в Инстаграм. Кроме того, журналистка прокомментировала слова Тарасова о том, что она поддержала Регину Тодоренко. Тина заметила, что в той ситуации она призывала прекратить травлю телеведущей, которая допустила ошибки и сразу же раскаивалась в ней. Субтитры создавал DimaTorzok